По сообщениям из Сирии, правительственные войска атаковали повстанцев в сельских районах на юге провинции Идлиб. На видео, размещенном в социальных сетях, бойцы из формирований вооруженной оппозиции входят в населенный пункт Аль-Хвин. Согласно информации правозащитников, атакам с воздуха подверглись окраины городка Хатфа. Идлиб остается самой крупной частью Сирии, занятой повстанцами, ведущими боевые действия против сил президента Башара Асада. На стороне правительственных войск действует ополчение, пользующееся поддержкой Ирана. Турция намерена выбить курдские отряды из города Африн в провинции Алеппо. Как заявил во вторник в Анкаре, президент Реджеп Таип Ардаган в операции вместе с турецкой армией примут участие и формирование сирийской оппозиции. Конечно, они будут участвовать. Эта борьба ведется ради них, не для нас. Мы помогаем нашим братьям вернуть себе их территорию, потому что если мы не поможем им сегодня, завтра возникнет угроза для нас. Ардаган возмущен планами Соединенных Штатов сформировать совместно с курдами новый пограничный контингент на севере Сирии численностью в 30 тысяч человек. По словам Эрдагана, начальник турецкого генштаба генерал Хулуси Акар выразит обеспокоенность положением на севере Сирии на встрече военного комитета НАТО. Усилия союзников направлены на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сказал председатель комитета, чешский генерал Петр Павел. С поражением исламского государства в кампании наступил перелом. Тем не менее, она еще не окончена и переходит в другую фазу. Сейчас речь идет не столько о боевых операциях, сколько о безопасности и стабилизации. Помимо Ирака и Сирии, военный комитет НАТО обсуждает положение в Афганистане, отношения с Грузией и Украиной, а также модернизацию самого альянса.